Плохое качество теплоотдачи, быстрое сжигание топлива, посторонние объекты в приобретённом угле. С такими жалобами владельцы частных домовладений обратились в региональный Минтоп. В своём обращении граждане отметили, что после Нового года заметили ухудшение качества угля. Министерство топлива и энергетики республики держит вопрос на особом контроле и провели совещание с ответственными организациями, чтобы в случае выявления таких фактов незамедлительно принять соответствующие меры. Наша задача какая, уважаемые предприниматели, уважаемые представители топливных складов, потребитель должен получить качественное топливо по утверждённой правительственной цене. Это вы выполняете успешно, но есть всё-таки отдельные замечания по качеству топлива. По словам директора Тувинской горнородной компании, которые относятся к Ахемске и Чаданские разрезы, с целью разобраться в этой проблеме были проведены специальные исследования. Качество твёрдого топлива устанавливали в специализированной лаборатории, которая функционирует на базе компании. В рамках проведённых исследований подробно изучили химический состав угля, его физические свойства, показатели теплоотдачи и другие характеристики. Тувинская горнородная компания имеет аттестованный отдел химического контроля. Мы постоянно проходим аттестацию, проводим проверки и ежегодное обучение. По наличию жалоб 2023 года могу сказать так, что ни одной жалобы, которая была предоставлена Тувинской горнородной компанией, не осталось без рассмотрения. Плохое качество не подтверждалось. Всего за прошлый год горнородной компании был дан ответ свыше 100 жалобам от населения, в том числе от предпринимателей и представителей топливных складов. Первая инстанция, куда обращаются покупатели с претензиями, связанными с качеством топлива, это склады, где уголь был куплен. Само качество угля может быть и да, но минеральных добавок очень много. Очень много. Люди придут нам и ходят, и просто жалуются. Вот сейчас, в данный момент, вот с Нового года, каждый звонит, каждый, кому не отвезли, звонит. Мне отвезли, звонит. Мы говорим, грузите в телегу, мы примем обратно. Они приезжают, мы с ДШМК мне отдаем деньги. Давайте нам обратную связь, чтобы мы могли, вот два основных специалиста, которые контролируют работу ежесуточно, круглосуточно в заборе. И если у меня в заборе получился хоть одна машина с браком, я буду разбираться. По итогам встречи принято решение о своевременном оформлении претензий со стороны предпринимателей и потребителей о нарушении прав в адрес горнородной компании. Если в этом случае не получится прийти к единому мнению, то разбираться в ситуации будет уже региональное министерство топлива и энергетики. Также в качестве решения проблемы ведомством решено открыть независимую государственную лабораторию, которая сможет рассудить все стороны конфликта уже в следующий отопительный сезон. Чинчика Шпукол, Орлана Байду, Баяна Юндар, Жусат, телеканал Тува-24.